Здравствуйте! В эфире программа «Новости Латвии». Смотрите в этом выпуске. Латвия окажет Украине дополнительную помощь. Сократить потребление газа, как это скажется на домашних хозяйствах. Я иду по ковру. Жители Риги интересуются, во сколько им обойдутся коврики от РНП. Женщин приглашают на службу в почетном карауле. Далее об этих и других новостях подробнее. Этим утром прошло внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение оказать дополнительную военную помощь Украине. Как сообщили в государственной канцелярии, кабинет министров рассмотрел секретный документ, подготовленный Министерством обороны, содержание которого официально не разглашается. О принятом решении написал министр обороны Артис Пабрикс в социальной сети Twitter. Как сообщалось ранее, Латвия уже оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 миллионов евро, предоставив оружие, снаряжение, беспилотники, противотанковые средства и зенитно-ракетные комплексы «Стингер». С понедельника вступает в силу чрезвычайный европейский план по экономии природного газа. Его цель – снизить влияние возможного прекращения подачи голубого топлива из России. Договоренностью предусмотрено, что с 1 августа по 31 марта следующего года страны участницы Евросоюза добровольно сократят потребление газа, по крайней мере, на 15% по сравнению со средним уровнем последних пяти лет. Как с этим обстоят дела в Латвии, как повлияет это решение на народное хозяйство в целом и латвийские домохозяйства в частности, нам пояснил парламентский секретарь Министерства экономики Андрис Чуда. Как считают Министерства экономики, уже проделанная в Латвии работа по переводу народного хозяйства на другие виды топлива не потребует каких-то дополнительных усилий по выполнению новой регулы Евросоюза. В этом году уже во втором квартале мы использовали значительно меньше газа, и уменьшение уже составляет 31%. Соответственно, мы уже выполнили и перевыполнили установки регулы, и нам не нужно будет производить каких-то дополнительных действий. Какие же конкретные мероприятия позволяют нам быть столь уверенными? Открыто несколько программ именно для того, чтобы изменить систему отопления с газа на биомассу. Это если мы говорим о самоуправлении. Теперь разворачивается инициированная нами программа по перестройке котельных. Всего подключились 70 котельных. Конечно, информационная работа с обществом и призыв также и к домохозяйствам перейти на другой вид энергоносителей, будь то гранулы, дрова или тепловые насосы. И, разумеется, использовать в таком объеме, в каком мы привыкли потреблять. Нет лучшей энергии, чем сэкономленная энергия. Но уже слышны речи о том, что в будущем отопительном сезоне, возможно, придется сократить температуру в квартирах на 2-3 градуса. Домохозяйства всегда будут обеспечены газом. Это защищенные пользователи. Кроме того, у нас закуплены стратегические резервы газа. В этом контексте сейчас не стоит волноваться. А как с электроэнергией? Ходят слухи о веерных отключениях электросетей в некоторых европейских странах. Ну, в этом году, к счастью, в нашей повестке таких вопросов нет. Потому что мы сравнительно энергонезависимы. Благодаря нашим ГЭС и другим инструментам, как мы получаем электричество. И это не актуально для Латвии сейчас. Для некоторых стран в новой Евросоюзной регуле предусмотрены исключения. Исключения, разумеется, мы добились и для Латвии в этой регуле. Если мы будем десинхронизированы от сети поставок, то нам обязательно понадобится газ для поддержания мощностей электроэнергии в сети. И у других стран есть свои исключения, которые не в контексте добровольности, а нужны для выживания. И кто же нам поможет в кризисной ситуации? Мы в едином рынке сейчас с Литвой, Эстонией и Финляндией. Именно в снабжении газа. Это тесно связанные сети, в том числе и хранилища Венчукалса. И с блоком этих стран уже сейчас заключены договора солидарности. И в контексте Клайпетского терминала сжиженного газа, их мощностей достаточно, чтобы обеспечить регион газом. Не будет ли это тот же российский газ, только из другого источника? Источник сейчас – сжиженный газ, закупленный из Норвегии, Америки и Катана. От поставщиков газ российского происхождения не закупается. И с 1 января будущего года это будет запрещено в любой форме. Сейчас Латвэнерго – это то предприятие, которое ищет возможности закупки газа в интересах нашего государства. И мы определенно не смотрим в сторону России. Юрий Родин, Рейс Карплинч, Латвия Зиннис. Большинство российских пенсионеров в Латвии продолжат получать свои пенсии. Как сообщили представители Министерства благосостояния, деньги за третий квартал текущего года будут переведены до конца августа. Международные обязательства в рамках соглашения о социальной защите пока выполняются, и сигналов о том, что Россия не сможет выполнить перевод, нет. Данный договор действует с января 2011 года. Иначе обстоит ситуация у тех, кто получает свои пенсии непосредственно из Пенсионного фонда России. Данные переводы не входят в компетенцию Государственного агентства социального страхования и могут быть затруднены из-за международных санкций. Во втором квартале текущего года внутренний валовой продукт Латвии вырос на 2,6% по сравнению с прошлым годом. По оценкам Центрального управления статистики, на ВВП повлияло снижение в производственных отраслях на 0,4% и рост в сфере услуг на 4,1%. В то же время, согласно скорректированным данным, в экономике Латвии наблюдался рост на 2,5%. Сегодня стало известно, что в Альпах на прошлой неделе погибли два альпиниста из Латвии. Как сообщает информационное агентство «Лето», погибшие Вита Скуя и Янис Дрейманис были любителями спортивного ориентирования и отправились во французские Альпы покорять самую высокую вершину – Монблан. По имеющимся данным, спортсменам удалось покорить гору, после чего связь с ними прервалась. Более подробной информации пока не предоставляется. К другим новостям. Женщины могут встать в почетный караул у памятника свободы и резиденции президента. С сегодняшнего дня Национальные вооруженные силы приглашают женщин и девушек поступать на службу в роту почетного караула штабного батальона. Это подразделение не только выполняет почетную миссию у значимых объектов, но и участвует в международных мероприятиях и встречает высокопоставленных гостей Латвии. Среди трех стран Балтии Латвия может стать первой, где представительность прекрасного пола приняли в состав почетного караула. В жилых домах микрорайонов Риги стали появляться ковры, точнее прорезиненные коврики на входе в подъезд. Казалось бы, жителям только и радоваться чистоте и порядку, однако многих рижан это нововведение не на шутку возволновало. Как выяснилось, инициатором услонных полов на входе в дом стало предприятие Ригаснаму Парвалднекс. В социальных сетях разгорелась бурная дискуссия. Главный вопрос, который беспокоит рижан, кто будет оплачивать эту услугу и во сколько обойдется такое удовольствие. И, собственно, почему вопрос о ковриках не согласовали с самими жителями. Тему продолжит Татьяна Коваленко. Сауна с Деглова в Ацеешем. Все дома в районе Плявники. И почти во всех ковры в подъездах. Как, откуда? Жильцы бросились обсуждать в соцсетях. Кто-то писал, что в подъезде сразу два ковра положили. В ответ прозвучало «срочно отписывайтесь от этой услуги». В наше время даже сыр в мышеловке платный. Потом удивитесь через пару месяцев счету за чудо-ковер. Изредка среди общего недовольства звучали и позитивные высказывания. Как надоели нытики. У меня подъезд хотя бы с этим ковром выглядит не так страшно. Словом, мнения жителей разошлись. Наша съемочная группа решила сама отправиться в Плявники. Да, коврик есть. Недавно появился. Где-то неделю назад. Хорошо, конечно. Будет еще лучше, когда зима наступит. Конечно, так удобно. Можно ноги вытереть. Я здесь давно живу, но прежде ковриков не было. Мне нравится. Почему нет? Вот уютненько, чистенько. И когда снег, ну хорошо. А уже давно у вас стелили эти коврики? Ну вот новые постелили недавно. Не знаю, кто их чистит и откуда. Я думала, что кто-то из жителей это положил. Но оказывается, что нет. Ну нам кажется, что это как бы хорошо. Если бы их не было, то наоборот бы грязь отразносилась бы. Да, давно-недавно появились. Ой, ерунтон, занимаешься? Даже не знаю. Пока похода такая сейчас сухая, так хорошо. Вроде бы заходишь. Наверное, когда мокро будет, тоже хорошо будет все. Ну, собирать влагу. А так нет, с нами тоже. А прежде у вас не было такого? Нет, не было точно коврика. На вопрос, появилась ли новая графа об уплате этой услуги в коммунальных счетах, жители Плявники ничего ответить не смогли. Но серьезно задумались. Минуточку, за чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. Наиболее дотошные из жильцов пытались выяснить, что и как с этими коврами. Звонили в Ригасному Парвалнекс. Но информационный телефон подвел. Там ничего выразумительного о появлении ковриков жителям ответить не могли. Ответы, за чей счет этот комфорт в подъездах, нашей редакции удалось добиться только через два дня. Закупки у нас выиграло предприятие «Линстром Групп», которое обеспечивает эту услугу в наших домах. Для начала это чуть больше 400 домов, где мы это опробуем. Но планируется со временем число домов увеличить. Коврики берут в прокат. Это полный сервис от смены коврика до его доставки, чтобы он был в чистоте и порядке. Услуга включена в обслуживание, и клиентам не надо ничего дополнительно оплачивать. Смена одного коврика стоит немногим больше трех евро плюс НДС. Поэтому расходы не такие уж большие. Общая сумма договора где-то 360 тысяч. Это на два года. Коврик в подъезде – это еще помощник дворнику, уверяет в Ригасному Парвалнекс. С людьми у нас в городе напряженка, а ковриков пока хватает. В последние годы мы наблюдаем, что профессия дворника становится крайне непопулярной по многим причинам. Мы действительно не можем найти решение, как привлечь новых людей в наше предприятие. У нас очень много домов, и мы тогда вели такую вещь, как обслуживающие бригады. Коврики – очень хорошие помощники дворникам, чтобы те работы, которые занимают время, уборка подъездов, была бы по возможности кратковременной. А рижане тем временем ссылаются на опыт других домоуправлений. Вот, к примеру, Ригас Пилсетбовный экс якобы еще год назад потребовал убрать в домах все коврики у дверей квартир. Мол, пожара опасно. А Ригасному Парвалнекс, наоборот, устилает подъезды коврами. Аргумент – один ковер – это не десятки. А было время, когда с пылью и грязью в подъездах боролись более простым и экономным способом. В 70-х, 80-х, когда строили эти дома, о ковриках особо не думали. Но зато по проекту на входе в каждый дом была предусмотрена металлическая решетка, чтобы, входя, можно было очистить обувь от грязи. Ну, а со временем, проходите, решетка не понадобилась больше. Ее забетонировали. Ну, а коврики пока еще не положили. Где-то остались и решетки, а теперь и новоявленные коврики. Лучше бы подъезды отремонтировали, а потом ковры стелили. Продолжают жаловаться в соцсетях жителей. А кое-где ковриком уже ноги приделали. А сколько пролежал? Ну, я, по-моему, раза два на него наступала. Ковровый десант в домах РНП продолжится, уверяет в Рига с намупарвал. Некс облагораживать будут главным образом многоэтажки. Смена ковриков будет происходить раз в месяц летом и еженедельно в зимнее время. А если остаются вопросы к Дому управу, звоните 8900, пишите, общайтесь в соцсетях у РНП. Тоже есть своя страничка в Facebook. Татьяна Коваленко, Арсена Бисадзе, Латвия Зинес. За минувшие сутки зафиксировано более полутора тысяч новых случаев коронавируса в Латвии. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, было проверено 4,5 тысячи тестов, и положительный результат оказался практически у 35%. В среду из жизни ушли трое человек в возрасте старше 70 лет. Показатель заболеваемости COVID-19 вырос с 836 до 861 случая на 100 тысяч жителей. К сведению Рижан, с 30 июля в столице будет возобновлено движение трамваев возле центрального рынка. На привычный маршрут возвращаются трамваи под номерами 2, 7 и 10. В свою очередь, трамвай на первом маршруте продолжит курсировать по улице 13 января без остановок возле столичного автовокзала и рынка. Указанные изменения будут действовать, пока ведутся интенсивные строительные работы железнодорожной линии Рейл Балтика. И в завершение. В субботу, в честь 15-летнего юбилея взлетного поля, в Адаже будет проходить авиашоу. В программе показательное выступление пилотов Адажского аэроклуба и литовско-акробатической группы Анбо, полеты команды Baltic Beast Jet Team и демонстрация самолета Тарагон. Также будет представлен исторический самолет, в котором французский летчик Луи Блерио впервые пересек Ла-Манш в 1909 году. Кроме того, здесь же будет выставлена военная техника, будут играть музыканты. Здесь же можно узнать, как самому стать пилотом или узнать все о дронах и попробовать их пилотировать. Мероприятие бесплатное, но на его проведение могут повлиять погодные условия. Это все наиболее актуальные события четверга. На этом редакция новостей Латвии прощается с вами до понедельника и желает хорошего завершения недели.